Т-34-3 Что касается того, как еще можно его сейчас получить, это взять его в составе набора. Если вам нужен объект 252у и уж прям сильно чешутся руки за иметь себе Т-34-3, то милости просим. 12 тысяч покупайте, но в таком случае вы получаете уже не голый Т-34-3, а получаете к нему Х5 в количестве 15 штук. Насколько реализуемое, ну мы сейчас это поглядим. И плюс к тому вы получаете каму. По поводу камуфляжей можно долго спорить, потому что у каждого свой вкус. Мне допустим данный камуфляж не заходит абсолютно. Да и бог с ним, если бы это был какой-нибудь легендарный каму, как допустим на объекта 252у, то за него хотя бы понятно, почему ты платишь. Он симпатичный, он красивый, он действительно обалденно смотрится на машине. Ну а в случае же Т-34-3 камуфляж абсолютно ей не подходит. Это мое скромное мнение, если вы с ним не согласны, обязательно пишите в комментариях. Ничего выдающегося, обычный редкий камуфляж, и даже если вы возьмете, допустим, раскошелитесь на 540 голды, то вот этот смотрится гораздо лучше. Но я вам скажу еще больше. Вы можете надеть на него что-нибудь типа вот такого вот, то что бесплатно можете получить из какого-нибудь контейнера, или выполняя какие-нибудь боевые задачи, и будет в принципе тоже довольно неплохо. Что же касается того, что сделал я. Да, я сделал вот так вот. Я просто взял и взял камуфляж, который стоит 75 тысяч серебром. Я лично считаю, что лучше я поставлю конкретно на данную машину 3 каму по 75 тысяч серебра, которые я могу собрать в принципе за максимум там 4 боя на какой-нибудь годной фармящей машине. И я не потрачу свою голду, и в целом, ребят, внешний вид я бы не сказал, что становится прям в разы хуже. Нормальная, симпатичная машина, все нормально, все окей. Что мне действительно нравится в этой машине в отношении внешности, так это то, что на ней изначально есть такие себе прорисованные с самого начала обвесики в виде бревна, в виде вот этого вот, не знаю, как это правильно, брезент, наверное, да, какой-то скрученный. Особенно, что мне нравится, что нет необходимости устанавливать сюда какой-то обвес. Обвес уже есть, обалденный пулемет, который просто суперски смотрится на данном аппарате. Ну что ж, с внешностью, товарищи, мы вроде бы разобрались. По внешности нормальная, симпатичная машина, которая максимально исторически выглядит. Вопросов нет, едем дальше. Что касается технических характеристик, здесь у меня начинается ряд вопросов, и с этими вопросами будем разбираться уже непосредственно в бою. Время сведения крайне заявлено классное, 2,4, не поспоришь. Вот что касается разброса 0,367, то здесь он не классный, он просто нормальный. Хороший, я бы не сказал, что он какой-то там зашкаливающе плохой, или наоборот зашкаливающе хороший. Вопрос в том, как этот разброс отыгрывается, насколько точное орудие в радиусе разброса, который выдается вам в игре во время боя. Что касается урона в минуту, 1876, давайте будем говорить 1880 единиц ДПМа, мне кажется это маловато. И ДПМ был бы существенно приятнее, если бы время перезарядки было бы более интересным. Здесь стоит 12,79, это с учетом того, ребят, что у меня поставлено оборудование, соответствующее амуниции. Но в целом, в то же время, я обратил внимание, когда знакомился с техническими характеристиками машины, что здесь и альфа, извините, не 250 и не 300, здесь альфа целых 400. С пробитием, правда, в 175, и здесь меня терзают смутные сомнения, что нужно было делать, ставить себе на пробитие или ставить себе все-таки на досылатель. Я решил калиброванные снаряды пока не ставить, поставить себе именно досылатель, для того, чтобы все-таки немножечко чаще стрелять в бою. А вот что меня действительно ужаснуло в характеристиках по данному орудию, так это крайне скромный угол склонения орудия вниз, минус 5. Ну, по-моему, хуже может быть только минус 4, минус 3, минус 2. Кто-то будет смеяться, типа, ха, капитан очевидности, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Дело в том, что минус 5, это уже неиграбельно нормально. По крайней мере, на среднем танке уж точно. Потому что, когда у тебя есть минус 7, и тебе сложно на среднем танке где-нибудь рысачить по каким-то неровностям, то при минус 5 я вообще не представляю, что с этой машиной придется сейчас делать. Что касается брони. Броня, я бы сказал, приближенная к легкому танку, хотя что-то от среднего у него, безусловно, есть, наверное, все-таки лоб башни. Ничего удивительного, абсолютно-таки есть хорошая приведенка по щекам, но отворачиваешь башню, отхватываешь, мама, не горюй. Поэтому, в принципе, даже от башни нормально не поиграешь. Есть две ком-башни. Да, пускай они сильно большие, но они есть, а угол склонения орудия вниз вообще никудышний. Оно просто не опускается. Ладно, посмеялись и хватит. Что касается верхнего бронелиста, нижнего бронелиста, здесь тоже особо танковать нечем, поэтому я больше чем уверен, что в бою мы будем отхватывать постоянно. Сравнение с другими машинами. Самое страшное, что может быть на восьмом уровне, потому что машин просто огромное количество. И давайте сразу обратим внимание на ДПМ. 1900. Ребят, 1900. И это на восьмом уровне. И если вы видите то же самое, что вижу я, то я вижу максимально похожее орудие у СТГ. Все остальные, практически все остальные ребята, ну, за исключением Т-44, они все имеют, ребят, ДПМ выше. Поэтому максимум того, что я могу сказать про ДПМ на данной машине, и уж простят меня разработчики, это, ну, где-то... Вот так вот могу его охарактеризовать. Все остальные характеристики тоже далеко не фонтан. Пробитие всего лишь 175, это то, о чем я говорил. И вот сейчас, когда я смотрю на эту таблицу, я все больше и больше понимаю, что, наверное, фиг с ним. Фиг с ним, с моим досылателем, будем ставить все-таки на пробитие. Ну, тогда в ДПМе мы не то, что ниже Плинтуса падаем. Мы практически, практически хуже, ребят, становимся, чем Т-44. Точнее, почти с ним сравняли. Короче говоря, ребят, я посмотрел всю эту таблицу, пытался найти им, за что бы глазу зацепиться, помимо сведения, и ничего такого не нашел. Подвижность нет, ДПМ нет, пробитие нет. Альфа да, но такая альфа повторяется на других машинах, и она не является имбовой. Она является просто хорошей, да, для средних танков. Есть очень мало машин, которые обладают такой альфой, но далеко не все эти машины великолепно себя показывают в боях. Что касается доходности, 170%, то есть мало того, что мы еще и не сильно играбельные, так мы еще и не сильно доходные, и при этом все мы имеем с вами 51% побед. Ну, короче говоря, ребят, картина маслом. Вот если можно найти все самое-самое, не то чтобы удручающее, но крайне сильно смущающее, то в принципе эта машина является, ну, такой, знаете, кладец вот всех вот этих вот сбалансированно неприятных характеристик по машине. Но это мое, такое, знаете, предварительное мнение. По одной простой причине, потому что я еще на данном аппарате не играл никогда. И благо у меня есть пресс-аккаунт, который позволит мне сделать обзор на данную машину, не покупая ее, для того, чтобы я для себя понимал, а хочу ли я себе эту машину приобрести на основной аккаунт за свои 5000 золота. И вот с этим вопросом, ребят, мы сейчас будем разбираться. Как я уже говорил, Т-34-3, и вы сами это видели, и я думаю, что сейчас видите это в магазине. Если смотрите данное видео в течение дня, когда оно вышло, или нескольких дней после его выхода, то предложение в магазине в отношении объекта 252У в комплекте с Т-34-3, ну, или наоборот, не имеет значения, вы видите, и мое скромное мнение по поводу объекта 252У, оно не то чтобы существенно, но все-таки поменялось к лучшему. Я ознакомливался с техническими характеристиками объекта, и меня очень сильно смущало практически все в этой машине, кроме брони. Когда я поиграл на данной машине, я не могу сказать, что мое мнение диаметрально противоположным стало. Машина не стала для меня прям на первое место, на пьедестал желаний, но я по крайней мере понял, что данная машина действительно в бою что-то может. Может и этот товарищ что-то может. И сейчас мы попытаемся в этом разобраться, потому что объект 252У показал себя с довольно неплохой стороны. Да, косое орудие непредсказуемое, да, у него конское время перезарядки, но он живучий, и благодаря этому он может тащить в бою, благодаря этому он может быть полезен в бою. И благодаря этому ты чувствуешь себя, ну, не знаю, уверенным в себе что ли, когда играешь на данной машине. Ну, главное прятать нижний бронелист, и не отворачивать башню. Что касается данного товарища, я пока не знаю. Едет, я бы не сказал, что бодро, и в принципе я этому не уделен, потому что мы с вами видели технические характеристики по машине в отношении ее скорости, подвижности и маневренности. Ничего удивительного, ничего уникального, просто позволяет перемещаться по карте. Да, достаточно, окей, но так, чтобы прям мне сейчас солнечный зайчик светил в глаз и радовал меня, ну нет. Нет, ребят, такого ощущения пока у меня нет. Что касается времени сведения, сейчас приедем к кому-нибудь, ну и попытаемся в него свестись. Что касается склонения угла орудия, то все, понимаете. То есть, если бы кто-то здесь сейчас внизу стоял, а я сверху стою, ребят, я не где-то там на подъеме на каком-то, я на ровной площадке стою, и орудие вниз, оно не опускается. И только когда я приеду и начну прям сам склоняться всем своим корпусом с неровности, только после этого я орудие могу выцелить кого-то, кто находится ниже. Не могу сказать, что мне это добавляет какой-то уверенности в бою, и уж тем более явно не отсвечивает потенциалом великолепной реализации данной машины. Так, ну что, теперь давайте по поводу сведения. Просто обалденное сведение. Чумовое, умопомрачительное. Не знаю, ребят, у меня сейчас проносятся в голове все возможные термины, которыми можно описать его из разряда позитивных. Уникальное, великолепное, да как угодно его называйте, оно действительно просто суперское. Точность по орудию тоже классная. Я не буду говорить, что оно там, меня сейчас смущает это орудие, но вот сейчас у нас, по-моему, есть все шансы заценить нашу броню. Наводчик контужен. Хорошо. Полечили наводчика, едем дальше. Пока основные позитивы, ребят, я для себя вижу следующее. Точность орудия и время сведения. Вот действительно, по времени сведения просто божественно. После того, как ты двинулся с места, после того, как ты переместился, ты абсолютно спокойно сводишься и абсолютно спокойно попадаешь туда, куда хочешь. Сейчас я умудрился даже получить непробитие, это тоже классно, но опять-таки продолжает смущать склонение орудия вниз. Глупо я сыграл сейчас, не спорю, но первый бой, как-никак, и, наверное, не стоило мне проскакивать. Хотя, в принципе, все равно был бы проигрышный бой. Я сделал даже фраг, ребят, я сделал несколько выстрелов, мы заценили с вами броню, и, как вы видите, даже рядом с маской орудия у меня есть отверстие. И это не очень меня радует, потому что вот эта вот зона вокруг маски орудия, она на силуэте по броне была самая бронированная. И если даже ее не хватает, ну, здесь получается все очень-очень грустно. 980 единиц урона, что касается результативности по команде, то я крутой чувак, я на первом месте. Ну, чем там занимались все остальные, ладно, бог с ним. Обязательно похвалим Йоха из команды соперников. Молодец, круто отыграл, хороший урон. Фраг сделал, почему бы и нет. Не знаю, ребят, пока у меня подтверждаются мои догадки по поводу качества данного аппарата. Не только исходя из его технических характеристик изначальных, но еще и исходя из того, что в бою было. Я подниму себе все-таки пробитие, потому что не сильно мне понравилось. Время перезарядки, ребят, скажу откровенно, на удивление не настолько сильно меня удручает, как я этого ожидал. То есть та цифра, которая была написана изначально в технических характеристиках по орудию, она не то, чтобы меня в шок увергала, но она предупреждала меня о том, что в бою будет не все так просто. В данном же случае получилось, что в целом вполне нормально. Я не могу сказать, что я не замечаю время перезарядки, но в целом я не могу сказать, что я сижу и стучу пальцами по столу в его ожидании. Не успел. Не успел не потому, что долго сводился, не успел, потому что ВЗ-шка очень быстро пронеслась. Так, ну давай, поднимайся. Обалденно. Ребят, ну по орудию действительно очень классно. Да, расплачиваешься за альфу временем перезарядки, но во всех остальных моментах просто классно. Действительно очень суперски отыгрывается. Ну вот сейчас, допустим, да, то есть я подвинулся, я свелся абсолютно быстро, и я успел выцелить товарища и, соответственно, отправить его в ангар. На другой машине, скорее всего, мне пришлось бы находиться в режиме ожидания. Сейчас не хватает времени перезарядки. Не очень приятно. Меня бросили. Просто супер. Я остался один. Вообще обалдеть. А что ж ты, товарищ-то, бросил меня? Нехороший ты. Не хватает сейчас мне пробития, даже против семерки, чтобы ЦС-52 пробить. Ладно, подождем, пока перезарядимся. Смущает то, что я картонен, и что даже семерка меня вполне спокойно пробивает. Да, у него дырокол, но все-таки далеко не этого я ожидал. Опять-таки время перезарядки, и вот результат. Пробивается верхний бронелист, нижний бронелист. Короче говоря, шьют прям на ура. Где и как применять данную машину, я пока не понимаю. Возможно, на ней нужно играть как-то как на ПТ-шке на какой-то, стать где-то вдали и пытаться просто по засветам союзников отстреливать. Не знаю. Сейчас попробуем, досматриваем этот бой, закинемся в третью катку для того, чтобы можно было с чистой совестью подбить итоги по честному обзору данного аппарата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, друзья мои, бой закончился победой и первое, что я хочу сделать, я хочу поставить лайк нашему Скорпиону, потому что Скорпион G действительно затащил этот бой. Он красавчик, он молодец. Именно благодаря нему есть эта победа. Что касается моих результатов, я даже смотреть особо туда не хочу, я просто хочу зайти в следующую катку и попытаться отыграть на данной машине на каком-то максимально дальнем расстоянии от соперников. Попытаюсь поиграть в ПТ, хотя в принципе мне претит такой геймплей на танках, которые не соответствуют по своему типу тому геймплею, который пытаются и применять. Ну, в частности, допустим, мне не нравится, когда Маус какой-нибудь стоит на какой-нибудь горе, которую пытался там форсировать в течение двух минут и пытается играть ПТшкой. Мне не нравится ЛТ, которые занимаются тем же самым, вместо того, чтобы подсвечивать, вместо того, чтобы помогать и делать свою работу в бою. Куда сейчас отправиться? Чем сейчас заняться? Я не знаю. Подожду пока кто-то кого-то подсветит. Первый никуда лезть не буду. Попытаюсь отработать именно своей точностью, временем сведения и альфой. Возможно, в этом кроется секрет данной машины, и, возможно, просто многие игроки не понимают, как необходимо данную машину в бою применять. Ну что, куда? Ну, давайте на горку тогда, что ли, попытаемся залезть и сделаем вид, что мы ПТ. Пока не получаю абсолютно никакого удовольствия от данной игры, и у меня такое ощущение, что я пытаюсь сам себя унизить. Вот хочешь унизь себя сам сотворить? Пожалуйста. Наверное, эта машина тебе в этом поможет. То есть ты, когда берешь эту машину, ты изначально сам себя унижаешь, а потом в этом всем финальный аккорд делают твои соперники, которые унижают тебя еще сильнее. Я красавчик, я до сих пор живой, я не подраненный, но только лишь благодаря тому, что я нихрена просто не делаю в бою. Ну, просто ничего не делаю. Вот просто езжу, просто пытаюсь где-то куда-то там не встрять. Хорошо это? Да нет, нехорошо. Хорошо, когда я играю, когда я получаю удовольствие. Ну, выше меня сможешь кинуть? Давай, поворачивайся немножко. Ну вот, первый урон. Окей, хорошо. Спрятался. Теперь начинаю выжидать. Но в итоге получается-то, ребят, что моя команда тащит все это время, моя команда все время что-то делает. я при этом же единственное, чем занимаюсь, это занимаюсь самосохранением. Ну, окей, хорошо. 800 единиц урона за бой. В целом, если, конечно, взять калькулятор в руки и посчитать, что если ты за бой успеешь сделать 5 удачных выстрелов, то ты будешь вывозить за бой по 2000, а то и 2500 урона можешь сделать. Ну, это правда, если ты там уже сделаешь 6 выстрелов. Но, ребят, не такого геймплея я ожидаю от танка. Я хочу играть, я не хочу прятаться, я не хочу крыситься тогда, когда это не надо. Тогда, когда машина не для этого. Не вижу я его. Вот теперь вижу, когда спустился вниз, еще и умудрился кого-то из своих подпереть и сделать ему неприятно. Ладно, поехали. Нам терять нечего, я абсолютно целый по хп. Сейчас попытаемся какого-то дополнительного урона набить, потому что меня, честно говоря, интересует, а сколько, в принципе, данная машина может вывести за какое-то плюс-минус нормальное количество урона, которое вы можете собрать теоретически за бой. Ну, если будет вот так вот постоянно фартить, если на тебя не будут смотреть твои соперники, а будут отвлекаться на твоих союзников, ну, короче говоря, если ты будешь прикрывать их сзади. Так, где там он? На той стороне карты. Ну, окей, поехали. Борщ, едь сюда. Едь ко мне навстречу, для того, чтобы я мог как можно быстрее начать в тебя отстреливать. Я, правда, буду соревноваться с нашей ПТ-хой. Но какой-то урон и я, я думаю, смогу бросить. И первым у нас тычку получает ну, конечно же, ГС. Ай, блин, зря потратился. Можно было этого не делать. Ну, вот как-то так. Сделали фраг, накидали урона, сделали практически 2000 урона за бой, но я не могу сказать, что мне этот геймплей доставил удовольствие. Давайте будем максимально честными и объективными и будем подбивать итоги с учетом уже трех каток, в которых мы были. Да, 2000 урона. Да, один уничтоженный соперник. Но я не могу сказать, что это моя заслуга. Все-таки Скорпион и еще один союзник довольно неплохо ему дали тычки. Что касается доходности. 55200 за вот этот бой, от которого я не получил удовольствие. И в то же время он не был для меня сложным. Ну и что касается моей результативности по команде, то я занимаю аж второе место, ребят. Нифига себе. Я, честно говоря, немножко в шоке, потому что ожидал худших результатов. Может его и надо так отыгрывать, может не надо лезть никуда, может надо просто кататься сзади всей своей команды и рассчитывать на то, что команда хорошо отыграет, но это опять-таки история про танк, в котором результат боя зависит не от тебя. Давайте будем честными. позитивы по машине однозначно есть, негативов тоже достаточное количество. Что могу сказать про негативных? Не хватает подвижности, крайне-крайне сложно отыгрывается угол склонения орудия, и в принципе отнесем туда еще картонность, но картонность для среднего танка это не совсем тот показатель, который действительно должен вас останавливать, потому что в принципе легкие и средние танки они не должны быть хорошо забронированы. Что касается все-таки помимо негативов еще и позитивов. Однозначно очень удобное классное орудие, которое обладает точностью, обладает хорошей альфой и просто великолепным временем сведения. В то же время, ребят, если говорить о прямом все-таки тогда уже конкуренте, то я бы поставил прямым конкурентом СТГшку. Да, СТГ дороже, вопросов нет, но все-таки наверное стоит за нее переплатить, потому что здесь совсем другая броня, гораздо ниже силуэт. Ну а что касается ребят по орудию, то вот вам заявленные характеристики. Если вы поставите допустим сюда, мы оденем сейчас с вами амуницию, вот здесь вот мы откроем с вами досылатель и вернемся назад к характеристикам, то даже вот с вот этими минимальными какими-то вложениями мы получаем с вами неполные 13 секунд, 1876 ДПМ, время сведения тоже меньше 3 секунд, разброс практически тот же самый, те же самые 400 единиц и те же самые минус 5, но только ребят на СТГ эти минус 5 отыгрываются гораздо интереснее, потому что можно склонять орудие на борт, это во-первых, ну а во-вторых, сам силуэт машины настолько маленький, что выцеливать вас в бою то еще удовольствие. Поэтому, если уж говорить откровенно, то я бы рекомендовал вам, если не сильно чешутся руки, купить себе конкретно Т-34-3, то подкопить голды и дождаться момента, когда на продажу выйдет СТГ и купить тогда уже его. Если вас интересует конкретно похожее орудие по его применению и по тому кайфу, который от этого орудия можно действительно получить. Орудие у Т-34-3 действительно обалденное и за орудие я ставлю ему твердое 9,5 из 10 и полбала забираю за существенное время КД. Я понимаю за что я расплачиваюсь я расплачиваюсь за альфу за точность но все же если бы здесь было КД в районе 11 секунд ну а лучше всего 10 конечно тогда было бы вообще великолепно. Ну а на данный момент у меня все это был абсолютно честный обзор на Т-34-3 если вы за честный обзор и готовы помочь каналу развиваться подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки пишите свои комментарии со своим мнением ну а я побежал снимать для вас новые видео мира вам друзья мои и обязательно спокойствия пока пока Субтитры сделал DimaTorzok